Привет! Я решила записать видео с самыми обычными упражнениями для блокфлейты, специально для одного человека. Но мне показалось, что эти упражнения будут также полезны и другим людям, которые только-только начинают играть на духовых инструментах, если быть точнее, на блокфлейте, на вистлах, ну и на каком-нибудь подобном же. Передаю привет этому человеку и, наверное, приступаем. Очень часто люди, которые только-только начинают играть на всяких там дудочках, они сталкиваются с тем, что необходимо очень точно закрывать все вот эти вот дырочки. Причем тонкость всей ситуации в том, что если хотя бы одна дырочка будет недостаточно плотно закрыта, то звучание у инструмента будет, ну как минимум, просто ужасное. Как максимум, не будет инструмент звучать вообще. И очень часто в погоне за идеальным закрытием этой самой дырки люди применяют чрезмерную силу. Ну, в принципе, совершенно нормальная реакция для человека. И не стоит ее пугаться, не стоит ее стесняться, не стоит себя винить из-за того, что, казалось бы, грубо относишься к инструменту. С этим сталкиваются практически все люди. Я в том же числе помню, когда только-только взялась за блок флейту и надо было закрывать вот эти все дырочки. Я вот прям со всей силы вот так давила и, казалось бы, совершенно понимала, что силу тут применять нелогично. Ну, вот организм пока не понял, что от него точно требует, командовал стараться изо всех сил вдавливать пальцы. Да, это не очень хорошо, но, опять-таки, повторюсь, в этом нет ничего страшного. Не бойтесь, но над этим стоит работать. Главное понять для себя с самого начала, что, конечно, скажу банальные вещи, сила здесь не должна применяться. Яркое тому доказательство. Можете прямо сейчас взять свою блок флейту или тинвисту, под рукой у меня его сейчас нету, и закрыть, допустим, эту дырочку и вот эту дырочку. Заклеить самым-самым обычным, ну, абсолютно любым скотчем. И попробуйте подуть в инструмент. Если вы заклеили отверстие хорошо, без всяких там зазоров, то инструмент у вас зазвучит согласно аппликатуре. Вот. Это доказывает то, что вот этот самый скотчик, он же совершенно не давит на инструмент, он просто закрывает отверстие. Вот и нам необходимо просто закрыть это самое отверстие, абсолютно не придавая силы. Как мы будем чувствовать, как правильно нам необходимо будет закрывать отверстие? Я предлагаю самое-самое простое упражнение на этот счет. Во-первых, нам потребуется закрыть нижнее отверстие у блок флейты нашим большим пальцем левой руки, чтобы получить вот подобный звук. Если у вас пока с этим трудности, ну, прям совсем очень плохо, можете, конечно, закрыть это отверстие все тем же скотчем, но все-таки большой палец левой руки положить. А еще лучше не пользуйтесь скотчем и играйте сразу как надо, чтобы привыкать к позиции. Теперь мы поступим вот так. Мы будем поочередно закрывать пальцами все наши дырочки, но при одном условии. Мы будем их закрывать не вот так, просто опуская пальцы сверху вниз. Мы этого делать пока не умеем. По крайней мере, делать правильно и без использования лишней силы. Мы попробуем использовать сразу же на первых парах так называемый прием глиссанто. Вот, да, звучит очень красиво, интересненько. Вот, с него-то мы и начнем. В чем выражается этот самый прием? Давайте я вам сначала попробую его исполнить. Как бы мы делаем очень плавный переход от одного звука до другой, вместо обычного перехода. Обратите внимание на скольжение нашего пальца. Делается вот такое, как бы поглаживающее движение. Очень нежное и мягенькое. Мы как бы этим самым пальцем осторожно, медленно наезжаем на эту самую дырочку и постепенно ее закрываем. С самого начала поставьте, ну, как я уже говорила, закрыли нижнюю дырку, поставьте палец рядом с самой-самой верхней дырочкой. Вот, и без... Причем не используйте какой-либо напряжение. Просто положили палец и все. Почувствуйте это самое расслабление. Вот. Теперь, не используя вдувание через свисток, извините, мою косноязыче, просто поделайте пальцем такое вот движение. Попробуйте прочувствовать вот эти все бороздочки. прочувствуйте, как ваша подушечка указательного пальца как бы покрывает необходимую дырочку. Вот. Господи, как это ужасно звучит. И попробуйте вот именно вот расслабить ваш палец. И затем, когда уже поверите в свои силы, попробуйте параллельно с этим движением дуть. Причем не волнуйтесь насчет того, что получается ли у вас плотно закрывать отверстия, срывается ли у вас звук или нет. Вообще расслабьтесь и не нервничайте. Не обращайте на это внимание. Это упражнение не на четкость звукоизвлечения, а чисто на расслабление руки. То есть, в чем еще хорошо делать это упражнение, так это то, что вы можете экспериментировать с позицией пальца. То есть, если вы ошибетесь, вы будете это сразу слышать. И вы сможете на слух пытаться скорректировать положение пальца и найти то самое положение, когда ваша подушечка будет полностью закрывать отверстия. Экспериментов может быть масса. Естественно, когда вы уже почувствуете, что можете делать это упражнение без усилия, казалось бы, оно, конечно, простенькое, но на самом деле, когда только-только начинаешь играть, очень много с этим трудностей. Так что, если у вас возникнут трудности, вы никогда не волнуйтесь на этот счет. С этого все начинают. Абсолютно у всех есть трудности на первых порах. Казалось бы, простенькое упражнение, но и с ним надо справиться. На то это и упражнение, потому что с ним надо справиться. Когда вы уже научились расслаблять палец, вы, естественно, можете стараться сделать это глиссандо сразу четким и ярким, без каких-либо срывов. То есть сразу ставьте подушечку вашего пальца в нужную позицию. Проделайте то же самое упражнение с остальными дырочками. Это будет тяжело, конечно, но ничего страшного. Вы привыкнете, уверяю вас, в течение недели вы с этим упражнением справитесь просто на раз. Главное, не спешите и работайте в свое удовольствие. Когда вы справитесь с этим упражнением, достаточно просто дойти до ноты до. Но тут, конечно, могут возникнуть какие-либо трудности, но я думаю, вы к этому моменту уже спокойно сможете расслаблять руку, прочувствуйте это самое расслабление и прочувствуйте, какая сила вам необходима для того, чтобы закрывать эти самые отверстия. Спойлер! Никакая! Вот. Вы можете переходить прям сразу же, возможно, даже не доходя до нижней ноты, к следующему упражнению. А следующее упражнение, собственно, будет заключаться в самом банальном закрытии вот этих самых дырочек. Ну, на все том же расслаблении, все с тем же запоминанием позиций. Вот. Конечно, многие могут меня притиковать насчет того, что я сразу рекомендую начать с глиссанда, потому что очень часто даже всякие там, ну, флейтисты, что уже освоили спокойно позиции, не испытывают напряжение в руках, и они испытывают с этим упражнением трудности. Не знаю почему. Испытывают трудности с исполнением глиссанда. Вот. И поэтому скажут, блин, если мы не можем справиться с этим, то как справиться с этим начинающие игроки? Мне кажется, вы спокойно с этим справитесь. Вот. Главное, не бояться, не стесняться. Главное, не бояться делать ошибки, потому что ошибки, они свойственны абсолютно всем нам. Вот. И очень часто люди грустят, переживают, как раз-таки из-за того, что они стесняются ошибок. Людям кажется, что совершать ошибки – это очень плохо, это непростительно, вот, это стыдно. Это вызывает, как я уже говорила, неприятные эмоции и отбивает желание играть на инструменте и, конечно же, понижает твою самооценку. Вот. В общем, люди, не бойтесь ошибок. Вот для чего нам, кстати, важно научиться расслаблять руку. Опять-таки, многие могут забить на это упражнение и закрывать эти самые отверстия, жестко, прям вот, четко фиксируя руку. Чем это нам грозит? Грозит это нам тем, что из-за мышечного подобного ненужного спазма у нас меняется подвижность кисти, подвижность пальцев. Вот можете прям вот, прям сейчас попробовать. Очень жестко зафиксировать пальцы и вот так по очереди их как-то поднимать. А потом полностью попробуйте расслабить руку и, ну, точно так же попробуйте поднимать пальцы. Когда рука жесткая и зафиксирована, часто говоря, вот так двигать ужасно, по крайней мере, мне тяжело. А когда руки свободные, легкие, уи-и-и, ими только так и хочется делать. Вот, то есть, если вы хотите добиться хоть малейшей виртуозности в своей игре, вы должны максимально расслаблять все те мышцы, которые не используются в процессе игры. И делать это надо с самого-самого начала, потому что если вы приучите себя как-то напрягаться, вот, а организм, он на самом деле хитрый, он все очень быстро запоминает. Вам потом будет очень тяжело переучиваться и, самое главное, переучиваться очень неинтересно. Вот представьте, вы потратили там годы и играете сложнейшую программу, но внезапно сталкиваетесь с тем, что вашей подвижности для игры вам не хватает. Вот, и вы возвращаетесь самый-самый назад, сколько вы там играли, два года, вот, на два года назад и делаете те же самые упражнения, как в самый-самый первый раз. И вы вот думаете, блин, вот я играю такую шикарнейшую программу за второй класс, там, допустим, начальной, ну, ладно, средней музыкальной школы, а тут мне приходится такому-то фон-барону исполнять мелодии для дошколят. Господи, чем я занимаюсь? И, опять-таки, это может неприятно скользиться на желании играть. Ну, собственно, вот, я надеюсь, вам видео поможет. Кстати, наверное, мне еще надо упомянуть о постановке руки на файфе, ну, мало ли, кто там играет. Тут отчасти немного легче с постановкой и расслаблением, потому что если у вас будет напряжена рука, как-то вот так, вы долго на файфе и на всяких там поперечках играть не сможете. Как ставить руку на всяких там поперечных флейтах? Очень просто. Возьмите вашу кисть, точнее, руку, и расслабьте вот так кисть. Обратите внимание, что ваши пальцы уже направлены вниз, это их естественное положение, и просто руку вот так опустите на инструмент. Все, готово. Вот ваше естественное положение игры на файфе. Ну, или на другую поперечную флейте. Вот, тут, конечно, все проще. Об оркестровых поперечках я рассказывать не буду, там, конечно, свои тонкости. Но я думаю, вы справитесь. Надеюсь, вам понравились эти упражнения. Они, конечно, простенькие, но их делать надо. Вот, надеюсь, у вас все получится. Пока-пока.